Я бросил вызов Родине своей. Казалось мне, что я её сильнее. Казалось, это вотчина моя. Я думал, что Россия – это я. Но в страхе я умчался за кордоном. Туда, куда бежал Наполеон, я умер на чужбине. Молодым слов не поняв Отечества и дым. И вряд ли кто меня теперь поймёт. Россия не заметила. Живёт. Итак, первое стихотворение. Называется оно «Кино военного времени». Это как раз о нашем детстве. Я не помню, в апреле, а может быть в мае, этот фильм мы смотрели в холодном сарае. Там ребята постарше динамо крутили, а потом уходили, совсем уходили. Это было в апреле, нет, всё-таки в мае. Соловьи уже пели, гармошки страдали. И махорку курили ребята постарше, а потом уходили и таяли в марш. Нас не взяли в апреле и в мае не взяли. Мы же с ними хотели, да лет не добрали. Мы в кино победили. Враги присчитались. Те, кто старше нас были, за кадром остались. Ничто не шлила, стану всем. Не менее того. А стать могло бы этим всем достаточно всего. Ничто не в силах заменить достаточно всего. Задумало его убить. Не менее того. И оказалось, что ничто умеет убивать. Но не способное на то, чтобы потом всем стать. И нет, достаточно всего. Всем стать могло бы что? Как воскресить теперь его? Бездарному ничто. Спасибо. Тема в моем России не понять. И вот для России очень такая сильная черта, которая говорит о взаимовыручке. Вот сейчас, все мы знаем, происходит событие на Украине. И каждый из нас, наверное, чувствует, как у нас одинаково бьется сердце с теми, кто встал на защиту своего языка, встал на защиту своих товарищей. Это очень сильная черта российская. Она выражалась очень коротко. Наших бьют. И тогда, вольно или невольно, люди становились и шли, несмотря ни на что. Я читаю стихотворение из... Такая подборка моя в 12-м годе. Называется стихотворение «Ля фаталия редут». Роковой редут. Или батарея Раевского. Без схватки мы несли потери. Нам велено приказа ждать. Мы за курганной батареей должны в прикрытии стоять. Вон пушкари, у них работа. И гром, и дым. А мы, уфимская пехота, зазря стоим. Ширные ядра принимаем, ряды смыкаем, ожидаем. Глядим, француз наверх ворвался. Сверкает сталь. Тяжелым банником махался. От шпаг Гасконских отбивался. Седой пушкарь. Ну что же, командиры ждут. Не отдадим, врагу ведут. Пошли, ребята, наших бьют. Но кто останется на месте, раз так зовут? И кто же думает о смерти, коль наших бьют? Вперед, ребята, мы и рады. Чего уж тут? Ну где французские комрады, что наших бьют? И в контратапу мы рванули, ломая строй. Ну что нам ядра, что нам пули? Держись седой. В минуты жизни роковые грозятся злые бесы мне. А я по матушке России лечу на белом скакуне и сплю в ее больших ладонях и вижу все, что не сберег. И слышу, как Россия стонет и знаю, что Россия – Бог. Благодарю тебя, о Боже, за то, что каяться могу, за то, что я скорблю и все же любовь к отчизне берегу, за то, что дьявольским засильем не покорен, не обольщен, за то, что я живу в России, за то, что русским я рожден. Вот такая необычная черта в России. Это то, что в России очень замечательные женщины, на которых Россия держится веками. Называется стихотворение «Россию женщины спасут». «Россию женщины спасут». Неловко говорить об этом и признаваться перед светом, что мужики в счет не идут. От водки, курева, обид, болезнь мужскую силу ломит. Жена коня-то остановит, а пьянство, нет, не победит. Когда мужчин взяла война, мать и пахала, и косила, рукой учительской крутила про прапрадедовы жернова. И эта женская рука детей растила, фронт кормила, надламываясь, выносила из злого боя мужика. Вновь женщины свой крест несут. То терпеливо, то сердита, надежды в прошлом не забыты, и вера в счастье не убита. Сердца их для любви открыты. Россию женщина спасут. Россия! Не отрекайся от себя в порыве бытового страха. Не отрекайся от себя, когда тебя ведут на плаху. Не отрекайся от себя, пусть изменила курс дорога. Не отрекайся от себя, все лучшее в тебе от Бога. Не отрекайся от себя, хотя все плохо и все сложно. Не отрекайся от себя, хоть не отречься невозможно. Не отрекайся от себя, когда не понято, гонимо. Не отрекайся от себя, ведь в мире ты неповторима. Еще одна характерная черта русского человека – это умение радоваться, умение радоваться, умение иронизировать над собой и над другими, воспринимать все с юмором. Стихотворение называется «Радуйся». Оно очень подходит к определенному возрасту. «Радуйся каждому дню, радуйся вечеру, ночи, утру возрадуйся очень, если проснешься к утру. Радуйся нежной тоске, осени золотоносной, зимней погоде несносной, дымному лету в Москве. Радуйся, время летит, с ним мы несемся отважно, радуйся женщине каждой, если она помолчит. Радуйся жизни сполна, каждому часу, минутке, умному слову и шутке, если уместна она. Радуйся шумной волне, смоет наш след и вернется, мало совсем остается, радуйся, значит, вдвойне». Эх, Россия, боль моя, спасу нет от вранья, край родной на части рвут, налетели и клюют. Эх, Россия, Русь моя, Богом данная земля, все сошлось в тебе одной, и любимой, и святой. Это Родина, наш дом, где мы пели и поем, души мы не продаем, жив и будем, не помрем. Ну, нельзя, наверное, не сказать о российской природе. Тоже очень такая, что умом России не понять, тоже подходит очень к этому. Называется стихотворение «Ночное». За малогой кони фыркали, в серой дымке дальний лес, метеоры спички чиркали в пустоте ночных небес. Месяц к берегу причалился, из воды подняв рога, отдыхать туман отправился в Левитановый стога. Вдоль реки тропа расистая, Дали грустные пусты, В воды вечные и чистые Смотрят темные кусты.